Здравствуйте дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на нашем очередном видео уроке, посвященному Lego Brick Анимации. И сегодня вместе с вами мы рассмотрим еще один вид анимационного движения, а в частности передвижения самого простого автомобиля. Ну что, давайте не будем терять времени и приступим к нашему уроку. Условно, виды движения автомобиля можно поделить на два типа. Первый, это передвижение по прямой поверхности. И второе, это движение со сменой декораций. Чем они отличаются, я вам сегодня расскажу. Давайте приступим к обзору первого вида. Движение по прямой поверхности. Перед тем, как снимать анимацию движения, вам нужно определиться, с какой скоростью будет двигаться ваш авто. Будет он ехать быстро, медленно или плавно, от этого и будет зависеть сама анимация. Но давайте рассмотрим самые распространенные виды. Начнем с первого. Изначально автомобиль у нас стоит на точке А. И в таком положении мы делаем наш первый кадр. После чего мы передвигаем наше авто аккуратно, ровно на одну клеточку вперед. Смотрите внимательно. Вот. Мы сделали одно движение. Делаем кадр номер два. Далее, также, еще на одну клеточку, кадр номер три. Кадр номер четыре и так далее, пока у вас автомобиль не доедет до конечной точки. Самое главное, чтобы во время этого передвижения крутились сами колеса. Потому что, если вы будете переставлять вот так, у вас, конечно, будет иллюзия того, что машина двигается. Но при внимательном рассмотрении можно будет заметить, что колеса не крутятся. Поэтому будьте предельны в этом деле. При анимации на одну клеточку получится так, что ваш автомобиль будет двигаться примерно с такой скоростью. То есть, достаточно медленно. Если вы хотите увеличить скорость своего автомобиля, вы, конечно, это можете сделать в настройках киностудии Windows Live. Ну, а также можете использовать это при съемке. Чтобы немножко увеличить скорость нашего авто, мы передвигаем уже его не на одну клеточку, а на две. Раз. Сделали кадр. Два. Три. Четыре. И так далее. При передвижении автомобиля на две клеточки, скорость уже увеличивается. Если вы хотите, чтобы ваша машина двигалась более естественно, и уже с такой, так сказать, приемлемой скоростью, то передвигайте на три клеточки. Также скорость автомобиля будет зависеть от того, какую частоту кадров вы используете. Чем больше кадров в секунду, тем, естественно, быстрее будет двигаться автомобиль. Так что здесь нужно рассчитывать все конкретно. Давайте еще раз повторим наш первый способ. Изначально автомобиль стоит на точке А. В таком положении мы делаем первый кадр. Далее передвигаем его на одну клеточку вперед, делаем кадр номер два. Сделали. Далее передвигаем еще на одну клеточку вперед, делаем кадр номер три. Далее кадр номер четыре. Пять, шесть, семь и так далее. Самое главное, чтобы колеса у вас тоже крутились. Если вы хотите, чтобы у вас автомобиль ехал с более быстрой скоростью, тогда передвигаем уже на две клеточки. Раз, два, три, четыре и так далее. Если вы хотите еще увеличить скорость автомобиля, то передвигайте ровно на три клеточки. Раз, два, три, четыре и так далее. В общем, скорость автомобиля вы можете контролировать сами. Передвигать, предположим, на четыре клеточки, на пять клеточек каждый кадр. Но тогда, конечно, уже будет выглядеть не так естественно. Поэтому передвижение на три клеточки – это такой небольшой максимум, за который заходить нежелательно. То есть скорость вы можете уже переделать в самой программе киностудия Windows Live, MovieMarker, увеличив чистоту и длительность кадра. Вернее, уменьшив ее во времени. Тогда это будет более естественно. Давайте посмотрим, что же у нас получится, когда мы обработаем наши файлы в программе киностудия Windows Live или MovieMarker. Для начала, конечно же, откроем наше рабочее поле и выберем «Фотографии». Вот наши заготовочки. Помещаем их на рабочее поле и ставим длительность. Все зависит от того, с какой анимацией вы работаете. Если 10 кадров в секунду, то ставим 0,10. Если 15 кадров в секунду, то ставим 0,07. Ну, в общем, давайте посмотрим, что же у нас получится для 10-кадровой анимации. Самой стандартной, самой распространенной. Нажимаем кнопочку и смотрим. Вот она анимация самого автомобиля. Для того, чтобы увеличить немножко скорость, мы можем поставить 15 кадров в секунду. Тогда у нас автомобиль будет двигаться более естественно и с большей скоростью. В данном случае я использую передвижение на две клеточки, чтобы немножко замедлить скорость. Как я уже говорил, передвигайте на одну клеточку и так далее. Ну что, давайте, предположим, поставим 20 кадров в секунду 0,5. Посмотрим, что у нас получится. Тогда у нас автомобиль будет просто пролетать с бешеной скоростью. Еще раз повторюсь. Если вы работаете с 20 кадрами в секунду, лучше передвигать автомобиль на одну клеточку вперед. Если с 10-15, то на две клеточки вперед. Так что все индивидуально. Смотрите в каждом случае. В общем, и все. Давайте перейдем ко второму способу. Движение с изменением ландшафта. Принцип здесь примерно точно такой же. Только мы передвигаем на несколько клеток не сам автомобиль. Автомобиль у нас находится неподвижно. А наш ландшафт. Декорации, дом или горы, или что-то еще. Давайте посмотрим, как же это будет выглядеть на практике. Изначально автомобиль у нас стоит на этой точке. И с этого места он никуда не передвигается. Мы делаем кадр номер один. Далее мы берем наш автомобиль и немножечко подкручиваем ему колеса, чтобы создавалась иллюзия того, что он у нас не стоит на месте, а движется. И теперь мы двигаем не автомобиль, а наши декорации на одну клеточку вперед. В таком положении мы делаем кадр номер два. После чего опять немножечко подвигаем наши колески и двигаем наше здание еще на одну клеточку вперед. И вот так до бесконечности, пока не сменится декорация. Предположим, кадр номер четыре, пять, шесть, семь. Колеса крутятся, конечно, не забывайте. Восемь, девять, десять. И вот здесь, когда у нас декорация кончается, мы должны незаметно подставить следующую. И вот так у нас создается иллюзия того, что автомобиль едет, хотя сам по себе он не двигается. Вот. Но здесь у нас должна быть еще декорация. И вот так мы передвигаем столько, сколько вам будет нужно. Для того, чтобы увеличить скорость автомобиля движения, мы точно так же двигаем наши декорации на две клеточки вперед. Каждый кадр или на три клеточки вперед. Автомобиль остается неподвижный. У него крутятся только колеса. И в итоге вот, что примерно должно получиться. Рассмотрим еще следующий вариант. Когда у нас происходит движение с двух сторон. Здесь все точно так же. Наши декорации передвигаются, каждый кадр на клеточку или на две, или на три. Вперед, только уже одновременно. Вот смотрите, как это будет выглядеть. Раз, два, три, четыре. Ну, автомобиль у нас, тоже колеса у него крутятся, создается иллюзия каждый кадр. Как будто происходит движение. Самое главное, не перепутайте. Нужно двигать именно декорации, а не саму дорожку. Предположим, если вы будете двигать вот эту площадку, у вас получится следующее. Происходит некое движение, да? Но сам автомобиль, он приближается к камере все ближе и ближе. И в итоге вы понимаете, что вы совершили достаточно большую глупость. Потому что двигаться дальше некуда. Поэтому всегда не забывайте, что дорожка с автомобилем у вас остается неподвижна. Каждый кадр вы немножко подкручиваете к колесу, чтобы создавался элемент движения. И сменяются декорации. На это место приходят следующие. И то есть вот так плавно они уходят. Теперь давайте обратимся к нашей программе Киностудия Windows Live и посмотрим, что же у нас получилось. Ну что, опять обратимся к нашей программе. Щелкнем на рабочее поле и выберем наши кадры. Вот они у нас на рабочем поле. И давайте поэкспериментируем. Для начала установим 0.10 и посмотрим, что у нас получилось. Вот видите, автомобиль находится на месте. А создается иллюзия, что он движется. Также мы можем увеличить скорость. Поставить предположим 0.7. Тогда у нас будет двигаться еще быстрее. Видите, получается достаточно красивая картинка. То есть ничего сложного нет. Экспериментируйте, делайте свои вариации. Вот и подошел к концу наш очередной выпуск Лего Брик анимации. Сегодня вместе с вами мы изучили движение автомобиля. Ну а в следующих уроках мы, конечно же, изучим что-то новенькое. Так что я с вами не прощаюсь, а говорю до скорых встреч. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...